Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Собственно, как и всегда, мы возвращаемся на площадки, следим за событиями минувшего торгового дня, ну, точнее, анализируем, смотрим, как они повлияли на основные торговые идеи, ну и, безусловно, говорим о тех отчетах, которые нам, в принципе, выпали по содержанию календаря сегодня. Сегодня, кстати, у нас день пресс-конференции. Отметим мы Филиппа Лоу, который возглавляет Резервный банк Австралии в 11.20 по московскому времени. В принципе, можно сказать, что именно он начинает торговый день, следим, соответственно, за австралийцем. Но напомню, друзья, то, что после протоколов, которые вышли буквально несколько часов назад, я думаю, что мы лишь еще раз убедимся в том, что позиция Австралии не меняется. И Резервный банк Австралии, как и намекал на важность сохранения мягкой экономической политики, потому что есть острая потребность решить пока что нерезрешимые, на мой взгляд, проблемы с высоким уровнем задолженности, низкими темпами роста заработных плат и высокими показателями, собственно, закритовности. Хотя, в принципе, можно говорить себе в копии про показатель задолженности. В общем, с политикой, я уверен, ничего происходить не будет. Это значит то, что в отношении австралийца, да и в целом валюты стран Океании, мы можем продолжать ориентироваться на то, что происходит с Китаем в контексте отношений США. И сегодня у меня есть, друзья, новости, они, правда, негативные. Но я думаю, что эти негативные новости вынуждены ставят на холд наши позиции по покупке американского доллара, потому что, конечно же, когда есть негатив, касающийся роста торговой неопределенности отношений США и Китая, мы понимаем то, что, конечно же, будет расти спрос на защитные инструменты, которые обладают более выраженными защитными свойствами, чем доллар. Но эти же самые проблемы, с другой стороны, создают условия для того, чтобы мы смогли заработать на прочих инструментах, которые вынуждены также потеряют. Это австралиец, собственно, и новозеланец. Мы к этим активам будем возвращаться вновь и вновь, друзья. Сейчас тема отношений США и Китая вновь актуальна. В принципе, как я и отметил на прошлой неделе, мы к ней неизбежно вернемся. Далее, в 13.00 выступление господина Карни, который разлавляет британский регулятор, но при всем уважении к нему, скорее всего, вряд ли он сможет оказать какое-то влияние на динамику британца, потому что фунт живет сейчас только лишь слухами и ожиданиями того, что дальше будет по Брекзиту, по соглашению. Подвешенный вопрос, это даже мягко сказано, хотя довольно странно это слышать сейчас, учитывая то, что на прошлой неделе вроде бы как удалось достигнуть договоренности и подписать этот документ. Но я также, друзья, вас призывал не верить вот в этот напускной позитив, потому что очень много еще несостыковок, очень много, скажем, пунктов того самого соглашения, которое обсуждалось. И эти пункты, ну, они вызывают достаточно вопросов и являются причиной, на мой взгляд, очевидной неясности сейчас. В общем, можно говорить о том, что соглашения по Брекзиту все еще нет, друзья. Поэтому, ну, как на таких условиях и основаниях можно делать ставку на рост британской валюты? Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что нельзя. По 21.00 выступление Каролины Вилкинс, она уже будет отчитываться за канадский регулятор. Да, она не председатель Банка Канады, но заместитель, который, в принципе, выдерживает позицию и монетарный курс Стивена Полза, который уже является председателем Банка Канады. Доллар-канадец по-прежнему для нас валютная пара, которую мы осматриваем с точки зрения продаж. И сегодня, ну, есть, конечно же, основания поставить на то, что канадец может укрепиться, потому что, уверен, комментарии Каролины Вилкинса будут касаться перспектив роста процентных расставок и того, что Банк Канады, так же, как и Федрезерв, может еще раз до конца этого года поднять ключевую процентную ставку. Надеюсь, то, что канадца сейчас эта ситуация и подобная риторика вдохновит, потому что, ну, других факторов поддержки у нас нету. И пара доллар-канадец, которую долго мы рассматриваем уже в качестве бремени, может сегодня все-таки снизиться с тех, на мой взгляд, крайне высоких ценовых уровней, на которых он оказался за последнее время. Сейчас котировки по USDCAD держатся выше отметки 1.3150. Друзья, я по-прежнему жду ее в районе поддержки 1.30. Ну, а теперь давайте по основным инструментам. Как и всегда, начнем мы с рынка нефти. Котировки ушли ниже 67 долларов за баррель, сейчас 66.39, снижение продолжается, и, возможно, это уже динамика, которая указывает на возвращение бренда и, в принципе, WTI к прежнему нисходящему тренду. Что же ложится в основу вот тех распродаж, которые мы видим? Ну, во-первых, это прежние риски перепроизводства. Друзья, они никуда не делись, ни в коем случае про них не забывайте, и не забывайте про показатели добычи России, Саудовской Аравии, США. Я много раз приводил вам конкретные цифры, специально хотел, чтобы отложились они у вас в подложке, потому что, зная цифры по совокупному производству, их легко сопоставить с текущим спросом. Если еще добавить к этому проблемы с темпами экономического восстановления, ну, конечно, застанет ясно, что нефть снижается не просто так, друзья. В отношении Штатов, пожалуй, здесь отдельное заявление. Можно подчеркнуть, отметить, да и, в принципе, характеризовать США. Я думаю, что, как и несколько лет назад, именно американцы будут фактором сохранения нисходящего тренда. Во-первых, уровень нефтедобычи в Штатах на прошлой неделе, как показала отчет администрация энергетической информации, достиг очередного рекордного показателя в 11,7 миллиона. При таких темпах роста добычи, я уверен, что планка 12 миллионов может пасть уже до конца этого года. Хотя раньше, собственно, по прогнозу этого же самого ведомства, достижение данного уровня ожидалось только лишь в 2019 году. Но ситуация меняется, и цифры заставляют нас также пересматривать ожидания, и, возможно, даже быть большими реалистами. В общем, рост нефтедобычи в США, на мой взгляд, это долгосрочный фактор серьезных распродаж на рынке нефти. Почему я подчеркиваю Штаты? Потому что, в отличие от той же самой России, Штаты не обременены никакими обязательствами, либо условиями сделок. Россия не входит в Содружество стран Ближневосточного картеля, в организацию ОПЕК, но Россия с некоторых пор стала членом дополнительного объединения ОПЕК+, то есть тех стран, которые пытались повлиять на то, что происходило на рынке нефти, и пытались простимулировать рост котировок. Сейчас ситуация совершенно другая. Мы работаем уже не с риском дефицита предложения, мы говорим о рисках перепроизводства. Комментарии, собственно, Рухани, президента Ирана, вчерашние, о том, что США так и не смогли, собственно, сократить экспорт иранской нефти, у меня вызвали небольшой диссонанс, потому что, ну, странно было слышать это. Мы помним, что именно благодаря, собственно, Соединенным Штатам Америки, которые, с одной стороны, наложили санкции на Иран, но, с другой стороны, освободили ряд ключевых потребителей иранской нефти от необходимости соблюдать запрет по покупкам этой иранской нефти. Поэтому Штаты, в принципе, не хотели, чтобы экспорт иранской нефти был сокращен до нулевой отметки. И мы понимаем это, я рассказывал вам, друзья, обо всех этих заявлениях, считаю, что именно Штаты, получается, две недели назад и поспособствовали еще большему обвалу цен на нефть, который мы в итоге, собственно, видим. Позже на этой неделе мы будем следить за отчетами по запасам нефти, друзья. Я думаю, что прошлая неделя вполне могла стать девятой неделей роста запасов подряд. Если эти ожидания подтвердятся, то котировкам будет выслана дополнительная такая ковровая дорожка к тому, что вопрос есть еще ниже. Больше, возможно, акцент стоит, нужно будет сделать на совокупный рост нефтедобычи в США, потому что что-то подсказывает мне, друзья, что на фоне последнего роста нефтяных терминалов по Baker Hughes действительно общий показатель совокупного производства Штаты в двух достигнут отметки в 11,8 миллиона. Поэтому все сейчас говорит о том, что после небольшой технической восстановительной коррекции, которую мы видели, сейчас нужно присматриваться снова к распродажам и ориентироваться уже на движение бренда в районе 60 долларов за баррель. Предлагаю сделку селстоп с отметки 66,20, хотя, учитывая, как активно снижалась нефть в последние часы, может быть, даже за время, с того момента, как я начал брифинг, котировки могли уже подобраться к этому уровню. Но, возможно, тем лучше, друзья, не нужно будет дожидаться какого-то ориентира, можно действовать прямо сейчас. Ждем 60, это цель такая заветная, новая психологическая планка, я думаю, что туда действительно и пойдем. Рубль 65,54, да, вызывает, конечно же, вопросы, подобная динамика, но тут же есть и ответы. Опять же, все, что сейчас обсуждается в плане позитива для рубля, связано с отложенным решением штатов о вводе новых финансово-экономических санкций с налоговым периодом. Эти показатели, скажем, эти фундаментальные обстоятельства, они допускаются в качестве причин роста рубля. Но при этом даже те, кто руководствуется ими, чтобы объяснить бодрость российской валюты, сразу же делают комментарии о том, что рубль на пиках своих возможностей в плане роста. И в декабре ситуация уже будет совершенно другой, потому что в декабре мы, скорее всего, вернемся к новому виду распродаж на рынке нефти. В декабре мы вынуждены будем осознавать риски того, что в 2019 году все равно, пусть несколько позже, чем планировалось, но санкциям быть. В декабре ожидаются довольно крупные выплаты по международным обязательствам. Это спрос на, разумеется, иностранную валюту. Пройдет заседание Центрального банка, ставки, я уверен, скорее всего, не изменят. Но интересно сейчас послушать риторику. Собственно, для Центрального банка России мы сейчас начинаем придерживаться такой же позиции. В отношении того же самого Федрезерва нас интересует риторика. И почему я считаю, что она будет важна, потому что именно, собственно, на следующем, на декабрьском заседании Центрального банка России мы сможем разобраться в планах ЦБ по покупке валюты. И несколько отстает Центральный банк в этом, возможно, будет реабилитироваться, пытаться нагнать, но это тоже создает лишь еще одно условие для распродажа рубля. Поэтому, если вы хотите под закрытие 2018 года даже без плеча заработать не меньше 10%, ну, доллар-рубль – это прекрасная возможность, друзья, даже через элементарную физическую покупку иностранной валюты с текущих значений. Евро против доллара 1.1445. Вот смотрите, какая интересная ситуация сейчас складывается на рынке евровалюты. Мы видим рост евро, при этом мы работаем со следующим новостным фоном. Это обсуждением того, что, скорее всего, дело дойдет до негативного Брекзита. Мы говорим о очень остром вопросе с итальянским бюджетом. В частности, 13 ноября, как вы помните, Италия должна была представить обновленный проект бюджета Еврокомиссии, но этих действий не последовало, фактически Италия нарушила условия, перешла вот этот рубеж, который нельзя было переходить. И, соответственно, сейчас мы очень, скажем, заволнованы, что ли, теми самыми дисциплинарными мерами, которые могут быть возложены на Италию. Не знаю, что это такое, но узнаем, собственно, уже завтра, потому что буквально вчера Еврокомиссия сообщила о том, что готова наказать Италию, произойдет это в среду. Друзья, очень серьезный, потенциальный, фундаментальный негатив, хотя, может быть, даже слово потенциальный стоит опустить. Я не думаю, что дисциплинарные меры могут быть, скажем, могут трактоваться как положительный фактор для европейской валюты. Поэтому здесь только однозначный негатив ждем, когда он отработается, собственно, в динамике евро. И еще вот интересный опрос по бизнес-настроениям от Кельнского института Германии. В частности, мы говорим с вами об отношениях США и Китая, о том, что они развиваются в очень плохом ключе, конкретными, уже, скажем так, барьерными торговыми действиями. Но не забывайте, друзья, что точно такую же позицию именно работы с другими партнерами в отношении Евросоюза ранее обозначал Трамп. В частности, после Китая, а может быть, даже и синхронно дальше с ним, возможно, новые импортные тарифы, точнее пошлины, будут установлены и для европейских производителей. Сейчас более половины опрошенных респондентов, можно сказать, бизнеса Германии абсолютно уверены в том, что торговые войны между США и Европейским Союзом выйдут на совершенно новый уровень, который приведет к еще большему спаду, собственно, показателей экспорта, торгового баланса, отразиться на промышленности и на темпах экономического роста. И все это, друзья, вот все, что я сейчас перечислил, это исключительно негатив. И я надеюсь, вы понимаете то, что рост евро, который мы видим в последние дни, он, с одной стороны, может быть связан и с техническими факторами, потому что мы коснулись некоторое время назад мощной поддержки 1.12. С другой стороны, рост евро сейчас связан с локальной слабостью доллара, который временно пропустил вперед своих защитных конкурентов из-за того, что мы вынуждены сейчас говорить о очередном витке собственной эскалации торговых конфликтов между США и Китаем. По отношению к евро рекомендую сделку целостопа с уровня 1.14.20. Друзья, хочется поймать именно в высоких уровнях сейчас вот эти начинающиеся распродажи, чтобы можно было получить довольно неплохой профит. И будем пытаться, собственно, это сделать. Фунт против доллара 1.28.55. Еще раз повторяю, друзья, то, что соглашения по-прежнему нет, Англия готовится к процедуре жесткого Brexit, то есть выхода без соглашения о сохранении доступа к единому европейскому рынку. Это одна сторона медали, другая сторона медали тоже негативная для фунта, потому что она связана с потенциальным вотомом недоверия. Если 48 членов парламента инициируют, собственно, голосование по вотому недоверию в отношении ТРЗМ, я думаю, что оно завершится тем, что ТРЗМ потеряет свое место. Соответственно, можно сказать, будет фактически тут же устранен, ликвидирован и утрачен тот прогресс, который, если можно так сказать, в отношении Брезета удалось достигнуть за последние месяцы. Потому что очевидно, что новый сменщик, скажем, ТРЗМ, человек, который займет пост премьер-министра, уже будет менее податливым, что ли, в отношениях и в обсуждении Брезета с Европейским Союзом. И, скорее всего, с большой долей вероятности займет крайне жесткую позицию. Будет потеряно время, которого остается все меньше и меньше. И, согласно уже обозначенной ранней процедуре, все-таки дойдет вот до вот этого негативного сценария, который связан с жесткой процедурой. Поэтому рост британца сейчас обусловлен только лишь, опять же, как и в случае с евром, незначительной слабостью американца. Я думаю, что долго это точно не продлится. Мы не раз уже работали с периодическим уходом трейдеров в защиту на теме американско-китайских отношений. Но потом, при появлении фундаментального позитива, который позволял переключить внимание на перспективу повышения процентной статки в США, снова доллар возобновлял свой рост. В отношения британца, друзья, я даже не хочу ставить какие-то конкретные уровни, обозначать рекомендации, делать рекомендации для вас, откуда лучше продать. Здесь нужно для себя принять тот факт, верите ли вы в то, что каким-то чудом, непонятно каким, вероятность этого практически нулевая. Все-таки дело дойдет до благополучного брензита, все останутся на своих позициях и будут жить, собственно, в мире и спокойствии. Ну, тогда вам одна дорога по фунту там на 1,40. Я другой позиции придерживаюсь, поскольку остаюсь реалистом, друзья, ничего не придумываю. И последние, собственно, распродажи фунта еще раз напомнили нам, почему фунт это усадим. Соответственно, точно такой же расчет сохраняется и дальше. Доллар иена 112.52, вот как раз в диапазоне от 112 до 112.50, друзья, вам нужно принять для себя решение, верьте ли вы в рост американца дальше. Я для себя давно уже выяснил, что доллар будет восстанавливаться. Да, сейчас последовали распродажи, я надеялся, что нам удастся их избежать до декабрьского повышения процентной ставки. Но в итоге вот есть, что есть. Начал я брифинг с того, что опозначен негатив на площадках в связи с отношениями США и Китая. Он не в формате прямого заявления о том, что снова поставлены, скажем, на какую-то паузу переговоры, либо они зашли в тупик. О формате того, что на прошедшей встрече от ЭС, вот впервые с 1993 года, все-таки удалось, ну, не удалось подписать декларации, собственно, содружества и взаимопонимания. По-моему, так и трактуют. Соответственно, причина может быть только одна. США не хотят идти на уступки против Китая. И, на мой взгляд, это явно сигнал того, что никаких договоренностей не будет. Мы просто должны смириться, друзья, что ситуация на геополитической картине уже радикально изменилась. Я думаю, что Штаты в первом квартале 2019 года окончательно обложат весь китайский импорт новыми тарифами. С этим просто нужно будет какое-то время пожить и потом благополучно забыть эту тему. Не нужно рассчитывать на какой-то позитив, ну, хотя бы в контексте этих отношений. Для доллара будет позитив, он связан именно с решениями Федрезерва по процентной ставке. Ну, это уже позже, в декабре. В целом, по доллару и иене, друзья, я сохраняю длинные позиции. Надеюсь, что вы тоже. Те из вас, кто, опять же, еще не торгует долларом японской иены. Вот диапазон 112-112.50. Это прекрасная, на мой взгляд, возможность, чтобы принять решение о покупке данной валютной пары. Американский фондовый рынок снижается. Доу Джонса, USA30, Ва Маркетс. 24 950 пунктов сейчас мы видим. Цель 24 000. Давление на американскую фонду оказывает технологический сектор. Более слабая перспектива мирового экономического роста отношений США и, собственно, Китая. Ну, и перспектива ужесточения политики, которая будет негативно влиять на финансовый сектор. Ну, и, разумеется, оказывать давление на основные индикаторы и индексы американского фонда в рынке. Это S&P, NASDAQ и Dow Jones. И еще, скажем, в хвосте идет еще один фактор негативный. Это нефть, которая, еще раз напомню, друзья, будет тяготеть в районе 60 долларов за баррель. Соответственно, снижение энергетического сектора также проведет к распродажам на секции фондовый. Цель по USA30 ясна. Каких-то новых уровней я сейчас не вижу для входа. Надеюсь, что вы воспользуете прежней рекомендацией и, собственно, продали, как и следовало было поступить. Ждем сегодня пресс-конференции, ждем, смогут ли они оказать влияние на соответствующие валютные инструменты. То есть, исходя из ожидания поступления Карни, Филиппа Лоу и Каплина Вилкинс, сегодня следим за австралийцем, сегодня следим за фунтом и, конечно же, за нефтянкой, особенно с учетом таких агрессивных распродаж на азиатской торговой сессии. На этом все, друзья. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени, как и всегда в прямом эфире. Если есть вопросы, какие-то наблюдения, комментарии, можете оставлять их на нашем канале на YouTube, прямо в окошке с, собственно, комментариями под актуальным видеовыпуском. На этом все. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok